У казахстанских чиновников есть недвижимость за границей. Они владеют апартаментами в таких странах, как Великобритания, Испания, Эмираты и Турция. Выяснилось это во время декларирования доходов. У 377 служащих зарегистрировано 466 объектов недвижимости за пределами нашей страны. Можно предположить, что некоторые владеют сразу несколькими квартирами. Получив эти данные, у общества возникают вопросы. Откуда средства на такие покупки и почему они инвестируют за рубеж? Мнение экспертов выслушал Еламан Реймбеков. Там, где уютно и тепло. Помимо России, казахстанские чиновники и их родственники предпочитают яркие солнечные страны. В Турции 48 объектов, Арабских Эмиратах 36, Испании 22. И цифры слишком скромные, утверждает политолог Досом Садпаев. Пока неизвестны фамилии и каким путем эти госслужащие приобрели недешевую недвижимость. Но работы для антикоррупционных служб непочатый край. В Казахстане выстроилась неправильная тенденция, рассказывает политолог. Почти все граждане идут работать на госслужбу, чтобы иметь доступ к финансовым ресурсам и властным рычагам. Хотя должны руководствоваться целью внести вклад в развитие своей страны. Вот эта цифра, она, конечно, может быть, это и позитивный шаг в сторону начала, скажем так, декларирования доходов. Но негативом является то, что, скорее всего, в этой системе всегда будут неприкасаемые или определенные категории лиц, чьи активы зарубежные, чьи офшоры, они тоже в какой-то степени будут властью скрываться. Либо, может быть, их не будут трогать по причине того, что эти люди пока еще нужны системе. Допустим, чиновник до госслужбы был успешным бизнесменом, успел купить жилье за границей. Но после вступления на новую должность он обязан избавиться от зарубежных активов, считает председатель новой партии республика Айдарбек Ходжаназаров. Инвестиционное его поведение, туда, куда он складывает свои деньги, это в первую очередь отражение его ценностей и его веры. И так складывается, если мы слышим, вы сказали, что 300 с лишним объектов за рубежом принадлежат нашим государственным чиновникам, то можно сказать, что эти чиновники не верят в нашу экономику, в нашу страну. Отсюда вопрос, какой эти люди имеют право управлять нашей экономикой, нашей страной. Пока не будет публичности и открытости в таких вопросах, Казахстану тяжело будет шагать в сторону демократии, уверены эксперты. Они предлагают по сингапурскому опыту проверять без исключения всех государственных служащих и их родственников на баланс доходов и расходов, чтобы избежать коррупционных схем. Илья Манаренбеков, Сергей Шуйский, Информбюро.